здорово парни это шамшурин и новость такая я женился хотя для многих это и не новость значит после 16 лет пикапа и вообще всем чем я занимаюсь я все-таки женился я шел к этому осознанно последних лет 7 наверное я сейчас расскажу о том какие стадии я проходил перед тем как все это произошло не случилось значит первая стадия в начале я когда все это только начинал эффективно общаться с женщинами когда я прошел свой тренинг то есть и потом много-много-много чего еще то есть это такая большая по времени стадия когда я кайфовал от соблазнения разных женщин то есть это еще и было моим хобби моей работой и как бы я это все совмещал это было очень круто и даже в какой-то степени я потом понял что это даже было моей зависимостью но собственно говоря слава богу что сейчас все сложилось именно так как сложилось какие выводы я сделал из того периода достаточно интересные выводы то что для меня и в принципе для всех я считаю не существует пафосных каких-то статусных женщин то есть женщина в первую очередь женщинам даже женщины которые вам таковыми кажутся они честно говоря сами устали от этого образа от того что мужчины их таковыми считать все хотят элементарного человеческого счастья отношений любви там и в общем ну как бы все люди по сути дела одиноки хотят найти себе какого-то партнера желательно все-таки противоположного пола следующий вывод который я сделал женщин хороших все-таки намного больше чем женщин плохих это факт который был установлен мной на собственном опыте на опыте большого количества моих клиентов и учеников еще один вывод что сексом можно заняться на первом втором свидании практически с любой девушкой 80 процентная вероятность того что это реально если вы умеете если для вас это конечно приоритет и важно если вы умеете общаться эффективно соблазнять и сближаться с женщинами следующая стадия которая у меня была я очень сильно хотел найти свою женщину свою половинку свою любимую и так далее мне у меня не было проблем женщинами но мне все это очень сильно присытилась то есть все стало каким-то одним и тем же перестала приносить те эмоции которые я получал раньше я применял все свои навыки потому что хотел создать семью и у меня все получалось более того все получалось достаточно быстро и легко но я столкнулся с неким разочарованием я понял что того что я могу сблизиться с практически любой девушкой как бы это не гарантирует мне что я нахожусь с женщину себе для семьи так оказалось что я часто сильно расстраивался из-за того что ну вот не то то есть все хорошо допустим но я вижу какую-то черту в женщине которая мне не то что не нравится я знаю что я с ней не смогу сосуществовать и сделать с этой чертой ничего не получится я просто анализировал смотрел в будущее трезво имея выбор смотрел на ситуацию на человека и понимал что блин опять не то в такие моменты конечно особенно когда девушка в целом была очень хорошая но были какие-то категорически неприемлемые для меня вещи в такие моменты я очень сильно расстраивался поэтому я не затягивал никакие отношения да то есть достаточно максимум месяца общения с женщиной чтобы уже понять твое это или не твое это вот я такой вывод не надо для этого пять лет тратить своей жизни но не надо закрывать глаза на какие-то ее там недостатки и думать что они пройдут не надо пытаться это чем-то замазать поэтому если мне что-то не нравилось я делал выводы и шел дальше а какие выводы я сделал из этого второго своего периода но вывод такой что даже если ты умеешь легко наводить контакты с женщинами то это не гарантирует того что ты найдешь себе ту девушку с которой тебе будет по душе с которой тебе будет хорошо тут выбор очень важен да то есть здесь такая палка двух концах с одной стороны выбор сильно расхолаживать человека то есть ты начинаешь менее терпимо относиться к каким-то человеческим качествам женщинам то есть если что-то не нравится тебе проще уйти с другой стороны это это небольшой минус потому что все-таки в отношениях люди сталкиваются друг другом не идеальные плюс пожалуй он очевиден то что если у тебя есть выбор то тогда если ты видишь какие-то вещи которые для тебя прям неприемлемы ну ты соответственно там задерживаться не будешь это такой некий тест-драйв плюс еще один важный момент что дает выбор он дает понимание какую женщину ты хочешь для себя допустим если ты какой-то индейц которого из джунглей привезли в большой город сказали мы тебе как реалити-шоу снимает мы тебе дарим любую машину и он выбирает конь старый ржавый зеленый москвич вместо там какой-то дорогой на марке потому что он говорит а мне понравилось то что он зеленый не знаю то есть если бы он покатался на всех этих машинах если бы ему объяснили все плюсы все минусы так далее вряд ли он бы выбрал москвич уж извини меня за цинизм но с женщинами то же самое если это единственная в пятилетку попадающиеся тебе баба с кучей недостатков там и какая-нибудь нездоровой психологически ты вынужден на это соглашаться если у тебя есть выбор ты во первых знаешь что ты точно хочешь что ты не хочешь ты уже все пробовал и ты точно скажешь нет извините я такое не хочу что сказать свое я нашел точно не сразу да у меня были длительные отношения очень длительные которые болезненно распались ну не сошлись мы то есть там я четко понимаю почему где я был не прав где она была не права то есть важный момент у многих из вас есть какие-то прошлые отношения если что-то не срослось многие мужчины начинают винить женщину я их понимаю то что это очень удобно все переложить на нее но опять же вы же такую женщину себя выбирали вы не досмотрели вы сейчас будете говорить что сначала была демоверсия потом там что-то еще типа включилась нет как правило человек палится сразу какими-то вещами с одной стороны обвинить в женщину удобно с другой стороны такая парадигма на неэффективно для вас потому что если вы после не сложившихся отношений не сделаете выводы где я был не прав что я не досмотрел что я делал не так почему я выбрал не ту женщину как я не доглядел то есть как бы какие-то критерии этой женщины если вы сделаете правильные выводы и работа над ошибками то это гарантирует то что в следующих отношениях вы на это уже не наткнетесь если же вы после разрыва отношений говорите вот она такая сика я молодец не исключено что в следующий раз вы получите то же самое абсолютно потому что вы не взяли на себя ответственность за какие-то выводы которые должны сделать я же в свою очередь взял на себя ответственность понять где накосячил где был неправ где я ошибся то есть на что я закрыл глаза изначально не надо было и это мне очень помогло в текущих отношениях и соответственно в поиске своей жены что же мне помогло найти свою женщину ну во первых я точно знал что я хочу это факт я также точно знал чего я не хочу чего никогда не приемлю и не приму в женщине умение быстро понять что женщина подходящий не подходящий умение достаточно быстро там знакомиться сближаться естественно что мои вот эти пикап навыки которые отточены до совершенства я шел по у как я познакомился то есть я приехал в ереван какое-то время назад для того чтобы открыть здесь себе фирму если бы я не приехал сюда я бы с ней не познакомился я иду по улице вижу идут очень красивые волосы и ноги то есть прям сзади вижу девушку с очень длинными очень красивые волосами я думал прикольно а я до этого уже знакомился здесь то есть здесь есть особенности менталитета да то есть но опять же если у вас есть какая-то база вы можете адаптировать под любой менталитет свою базу вы просто можете знакомиться в любом месте и в общем я ее догнал обошел не думаю даже подходить не подходить это должно быть так познакомился мне понравилось она лицо приятная очень такая энергетика хорошая познакомился взял телефон все начали встречаться там приезжать друг другу туда-сюда то есть и собственно вот сейчас есть то что есть но если бы у меня не было навыка важнейшего навыка для каждого мужчины пойти познакомиться с женщиной который тебе нравится искренне сказать им не нравишься то я бы очень сильно был ограничен выборе потому что у вас выбор ограничен теми женщинами с которыми вы общаетесь там на работе которых где-то в клубе подцепили которых там не знаю в компании друзей либо вот этот весь шлак который в большинстве своем концентрируется на сайт на сайтах знакомств потому что там не хочу быть ханжой там не хочу человеком прослыть который навешивает ярлыки но по факту я все-таки ну считаю из своего опыта что процентов на 70 на сайтах знакомств абсолютно неадекватные женщины либо они там такими становятся потому что от количества итераций попыток со стороны мужчин то есть их вот это так называемая через вы и там все прочее просто куда-то плывет в сторону поэтому ключевое у меня был выбор помимо всех остальных вещей которые дают понимание то девушка ли не то и позволяет не тратить на это время особенности ты заточен уже на семью и благодаря моим навыкам и знаниям меня от отношений с женщинами или от семьи или там от того что будут отношения нет отделяла только мое желание то есть хочу я или не хочу я все я решал о вашем же случае большинство из вас зависит полностью зависит от решения женщины то есть вот вот так живут большинство мужчин то есть от вас не зависит вы делаете какие-то попытки стараетесь ее заполучить если женщина скажет нет вы будете просто бессильны перед ее вот этим вот словом нет если ваша цель найти себе женщину женщину женщин построить отношения с лучшей девушкой построить семью когда-то вы к этому все равно придете чем вы здесь не говорили вам захочется чтобы вам вы приходили домой вас там ждал любимый любящий вас человек там дети и так далее если вы этого хотите у вас есть по сути дела два варианта вы можете использовать свои какие-то навыки свой опыт набивая шишки тратя кучу времени сил энергии а можете использовать мой опыт который я за все эти годы собрал причем даже имея свой такой опыт колоссальный я не сразу смог построить отношения но так или иначе если у вас будет мой опыт соответственно у вас будет больше шансов больше сэкономленного времени и больше выбора больше женщин из которых вы сможете выбирать мужчина должен себе выбирать женщину они наоборот не так как живут большинство мужчин